Привет, с вами Хэйпи Вульф. Сегодня уже в тысячный раз зайдем в The Forest, чтобы посмотреть очередное крошечное обновление. Ну, тут так принято, то лопаточку добавят, то лоток для ебаных бревен. Короче, вчера в комментах написали, что можно открыть вот эту дверь, которая ведет в бункер, и за ней находится, собственно, проебанный сын главгероя. Проблема в том, что дверь открывается специальной карточкой, которой у меня, естественно, нет, ее еще не добавили на момент, как я делал это сохранение, ну, под землей. И, в общем, она находится в другой пещере, обратно я не выберусь, потому что, ну, у меня нет специального крюка, поэтому я надеюсь, у меня осталось сохранение наверху, потому что если нет, то это пиздец. Блин, короче, оказалось, что игра за 10 минут проходится. Вот оно, это сохранение, у меня тут есть фонарик, катана и акваланг, и все, что мне нужно, действительно, карточку собрать, потом обратно спуститься в этот бункер, и... Ой, блядь, сука, эти мины, я их не убрал еще с того видоса древнего, когда я монстров на них взрывал. Короче, там за этой дверью огромный комплекс находится, действительно, есть выблядок главгероя, и, я так понимаю, они это два года пилили. Ну, потому что больше в этой игре ничего интересного и нет. Вот, для меня, само собой, доброе утро, разработчики проснулись, потому что я этой игре уделил внимания, по-моему, больше, чем любой другой. Вот, в этой пещере ключ-карта находится, тут еще немножко пробежать нужно. На моей памяти запись первую по The Forest я начал, по-моему, в 2014 году, летом, когда, ну, через месяц, как только первый альфа-билд вообще в стиме появился в продаже. Она и сейчас, по сути, находится в альфе и раннем доступе, но тогда это было просто что-то невообразимое. Можно было строить дом, можно было бить макак, есть животных и, по-моему, рубить деревья, и все. Так, тихо, мы этих петушков не трогаем, нужно просто дальше пробежать, они особого вреда не могут нанести. Там дальше сейчас будет осьминожка и, собственно, карточка. Я просто, грём, уже прошел 10 минут, оказывается, блядь, вся сюжетная линия. Еще малыши везде ползай, ты не буду я вас трогать, успокойтесь. Папа, не угомони своих детишек, я аж, это, за карточкой пришел, ну, вы чё? Короче, валим обратно. Так, он тоже не рад меня видеть, потому что у него нет глаз, ха-ха. В общем, с 2014 года в игре было столько микрообновлений, в которых добавляли вот буквально по чуть-чуть, по пещерке, по досочке, ничего не говоря про сюжет, что со временем у Форреста появилась, ну, не сказать, что в своем комьюнити, какой-то, но дуевых куча фанатов. Да сука ты, дай пройти, встал и стоит. В общем, появилось много людей, которые начали искать отпрыска главгероя по всему острову, на карте, под картой, с помощью багов, читов, выдвигать какие-то совершенно дебильные теории, от которых даже у разработчиков крыша чуть не поехала. И, естественно, это всю жизнь продолжаться не могло, прошло два года, и девелоперы решили таки сжалиться и сделать не менее ебанистический сюжет про инопланетные артефакты, подземную лабораторию, которую построили для изучения этих самых артефактов, опыта над людьми и местными туземцами, про сбитый самолет и потерянного сына, которого взяли, тоже для опытов. Но это сложно объяснить, на самом деле, но сейчас по мере прохождения я постараюсь это все более внятно объяснить, потом при монтаже нарежу, и я думаю, картина выстроится интересная, даже для тех, кто в эту игру никогда не заходил. Одеваем ахваланг, и как раз есть время попиздеть. Так вот, первый видос по The Forest я записал в 2014 году, летом, через месяц, как вышел первый билд, это был такой, ну, как бы вводный ролик с рисунками про survival, в котором делать пока нехуй, но вы держитесь, и там от самолета далеко не отходить, а то вас съедят дикари. Ничего там информативного абсолютно не было, но я пытался. Потом, когда я уже освоился, я записал, кажется, то ли 6, то ли 7 летсплеев, то есть чисто прохождение, строительство, копание морковки, исследование пещер и прочая унылая дребедень, но получилось, тем не менее, неплохо, всем вроде как понравилось. Затем, когда начали вводить сюжетку, я записал гайд, как проплыть к подземной металлической двери. Оказалось, что за ней всего лишь было место, где ученые из этой подземной лаборатории когда-то молились о спасении, потому что проводили бесчеловечные опыты и наплодили сраных дикарей, которые меня сейчас пытаются убить. Ну, вернее, дикари тут и так были, они их сделали крайне агрессивными и добавили вот этих мутантов, типа там осьминожки и прочие ужасы. Вот, потом, когда сделали кратер, я рассказал, через какую пещеру на второй половине острова в него можно спуститься, потому что просто так спрыгнуть сверху, как я это сделал сейчас, нельзя было. Затем я записал ролик, как добраться вот до этой вот двери подземного комплекса, и оказалось, что нахуй это все не нужно, потому что, ну, вы добываете карточку в той пещере, в которой я показал, вы добываете крюк кошка, где он валяется, я не помню, и... Что там еще? А, и акваланг. Считайте, игра пройдена. Дикарей можно спокойно обойти на картонах, они под землей любят спать. Но это не точно. Но в то же время всем похуй, поэтому я говорю, что хочу, при том, что я даже эту игру не пробовал без читов пройти, может быть, это действительно невозможно. Ну, как невозможно, это сложнее, чем кажется. Вообще, всю историю я до конца не понял, но примерно суть такова. НЛО, упавшая, как ни странно, не в Техасе, как обычно бывает, да, а в Северной Америке, оставляет после себя не просто красочные воспоминания, а два артефакта. Один воскрешающий, второй может вырубать нахуй всю электронику в радиусе ахуляр до километров. Сюда сразу же едет сеть демократию, сами знаете кто, и под землей строится огромная лаборатория для изучения, собственно, этих артефактов, ну и попутно проводится, я не знаю зачем, эксперимент по созданию сверхчеловеков из обоссанных местных аборигенов. Вот здесь комнаты содержания можно увидеть. Ну и помимо этого проводились еще опыты с воскрешением и прочие интересные вещи. Ну, получилось то, что получилось, образцы вышли из-под контроля, как это у нас вводится, и разбежались по острову, по пещерам и всех перебили. Сейчас мы наконец-то увидим сына, но тут не все так просто. Его засунули вот в эту штуку, которая и есть воскрешающий артефакт. Субтитры создавал DimaTorzok Сразу объясняю, в чем суть. Ребенка главгероя использовали как раз, чтобы воскресить, но только дочь какого-то там ученого. То есть был сбит самолет, был похищен его сын, засунули вот в этот артефакт и с помощью него воскресили девочку. Сейчас нужно будет сделать то же самое, только наоборот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам, наверное, интересно, что мы, собственно, засунем в эту капсулу, если все умерли. На самом деле нет. Это особь, дочь того ученого. Она как раз выжила, и сейчас ее можно использовать. Не по назначению. Вон она сидит. Меня аж трясет. Че страшно? Ще как откусит пол ебла тебе. Показывает пальцем. Ты пидор! Че приперся? Из нее вырисло дерево, но это не страшно. В общем, срубаем ее. Забираем и несем к этому самому, к алтарю. Да, это полный долбоебизм. Это, естественно, не сработает, но он пытался. А я же говорил, что нихуя не выйдет. Знаете, почему? Потому что я уже прошел игру и все это видел, но на самом деле нужен живой образец. То есть еще один живой ребенок. И что мы делаем? Кто не смотрел концовки этой игры, никогда не догадается. Теперь, теперь нужно подняться наверх. С помощью лифта на самую-самую верхушку горы, которая находится на второй половине острова. Вот оно, это огромное яйцо, огромная установка, сбивающая с небес даже богов. А на радаре мы видим самолет. Теперь, я думаю, все ясно. Это последний шанс нашего персонажа. Он сейчас активирует этот импульс и сделает в точности то же, что сделали с ним в начале игры. То есть с помощью инопланетных технологий собьет самолет, также выкрадет ребенка. Не факт, что он на этом самолете будет, но все же, по идее, да? И оживит свою кровинушку. Ну и финальная заставочка. В ней нету озвучки, просто музыка играет, поэтому я могу пояснить просто, что там происходило. Их, главного героя и его ребенка пригласили на шоу. Означает то, что он все-таки удачно провел ритуал воскрешения и воровства чужих детей. Также выясняется, что была написана книга о этом удачном или неудачном опыте, приобретенном на острове. И потом ему на несчастных бревнах предлагают показать свои навыки дровосека. Слава богу, в студию настоящего оленя они привели, чтобы он с него шкуру содрал прямо на глазах у всех. Ну и потом происходит то, что должно было произойти. Сын главгероя, как эта девочка, также превращается в страхоебину. Это не показывается, но это подразумевается. И все, занавес. И это мы ждали два года, спросите вы. Да, да, именно так. Вот такой вот сюжетный поворот, решили замутить разработчики. Возможно, они хотели до нас донести какую-то глубинную мысль на вроде «Спасибо за миллионы, все хорошо, что хорошо кончает, до встречи». Субтитры сделал DimaTorzok